Победа над пьянством, бездельем в семье. Смотрите, пьянство, что такое пьянство? Это дух, злой дух, который дает человеку счастье взамен на свободу. Почему мы об этом не знаем? Потому что мы в невежестве живем, мы думаем, что спиртное это просто культурный напиток, как нам говорят в прессе, и ученые говорят современно, что это культурный напиток, который предназначен для того, чтобы сделать жизнь спокойнее, разбавить ее, и чтобы все нормально было в жизни, чтобы чуть-чуть нужно спиртного в жизни. Вот этот бред, он идет от злых сил, это бредовая идея на самом деле, она идет от злых сил, и она разрушает жизнь человека. То, что я сейчас говорю, многие из вас даже не могут воспринять свое сердце, потому что они настолько к этой бредовой идее, что спиртное является чем-то полезным, привыкли, что они никогда считают, что они никогда не откажутся от того, чтобы на праздник поставить бутылку вина на стол. Я вам могу сказать точно, что это не способ быть по-настоящему счастливыми, не способ, потому что если вы хотя бы один раз побываете в компании, где люди могут быть счастливыми, очень глубоко счастливыми, без спиртного, вам назад туда никогда не захочется. Потому что в этой компании, где чистое, светлое счастье, без затуманенных мозгов и без мутных глаз, понимаете, чистое, светлое счастье, когда вы увидите между людьми трезвое счастье, настоящее, человек никогда не пойдет туда, где эта муть, понимаете, где эта мутная, тяжелая, с перегаром жизнь. Веды объясняют, что когда человек попробовал меда, который как сравнивается с сахаром, как то, что вкуснее, он никогда на сахар уже смотреть не будет. Точно так же и праздник с вином, и праздник в чистой атмосфере любви. Потому что когда есть вино, чистой атмосферы любви не бывает, понимаете, это злой дух входит в отношения, он мутит отношения, люди навеселее, они балдеют, но между ними нет отношений. Если не верите мне, возьмите, не пейте и посмотрите со стороны. Вы увидите этот концерт, люди бегают, прыгают, танцуют, но между ними ничего нет, это все пустое, это просто игра, понимаете. Они такие, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, и они там танцуют, что-то у них глаза мутные такие, обнимаются, звезды ходят. Но ничего нет, понимаете, это просто пустота, они живут в пустоте, понимаете, это самообман. Потому что настоящие вот эти танцы, они должны происходить в отношении глубоких, в отношении любви. Это все на трезвую голову только возможно. Поэтому нисколечко, никакой капельки спиртного не должно быть в жизни, оно просто не нужно. Вот этот обман, идея того, что спиртное нужно, этот обман, это насилие вот этих злых духов, которые заставляют им поклоняться. Посмотрите, как мы относимся к спиртному. Мы ставим его, эту бутылку, в очень красивое украшение. И обязательно что-нибудь такое сверху, и что-то такое ставим посредине стола. И когда открываем этот целый ритуал, потом мы разливаем, потом мы встаем, начинаем это пить, вот торжественная остановка. Это означает поклонение. Это не означает ничего другое. Почему так? Потому что это поклонение, поклонение бутылки. Откуда идет? Потому что есть личность, которая хочет, чтобы ей поклонялись так. Это поклонение злым духом. Оно описано в ведах, и оно протекает именно таким образом. Это поклонение мы переняли у определенной категории очень интеллектуальных людей. Да, да, мои хорошие. И курение трубки, вот это вот, это все оттуда. Есть разные категории живых существ. Одни поклоняются Богу, поклонение Богу происходит в чистоте. Там нет вина, понимаете, чистая атмосфера. Но есть разные виды поклонений. Также поклонение духом. Есть такие, как бы, недоразвитые люди, которые, как бы, вот, они жили тоже в древние времена. Они поклонялись, вот, духом, который связан с наркотиками. Поклонялись духом, который связан с никотином. Мы поклонялись духом, который связан со спиртным. И эту культуру мы переняли оттуда, понимаете? Все, да? А причастие как? Это вы спросите у тех, кто знает, что такое причастие. Причастие означает разбавление вина настолько, что опьянеть человек не может. Вы знаете, как это делается, нет? Что это разбавляется все. Да, но элемент спиртного присутствует. Но есть мнение по поводу того, что раньше присутствовал просто виноградный сок. Знаете, даже если это будет просто спиртное, и это будет спиртное освещенное, и это будет капелька, ничего не будет. Это таинство, понимаете? Это таинство. Но это не означает, что спиртное – это хорошо. Где вы слышали, чтобы люди, которые принимают это причастие, сказали, что вино – это хорошо? Где вы слышали такое? Нигде не слышали? Вы не говорили так, но вы так спрашивали, моя хорошая. Изучите этот вопрос. Я изучил, я не хочу сейчас говорить, это как бы получается конфессиональная такая беседа, которая… Я не хочу сейчас это не потому, что я не знаю ответа, а потому, что это неэтично, неэтично эти темы обсуждать сейчас мне. Я не христианин, поэтому я не хочу как бы это обсуждать. Я знаю, что причастие – это священная вещь, это священная. И поэтому здесь нет никаких проблем. Это не значит, что надо пить вино, понимаете? Как с духами бороться? Я сейчас объясняю. Первое – надо узнать, что они есть. Если ты узнал, что есть духи, что вот это вот, когда ты вот это вот, это означает, что дух вошел в тебя. Когда ты узнал, дальше узнай, что надо делать, чтобы его не было. Очень просто. Там, где есть Бог, духов там нет. Это все. Вы хотите пьянство победить дома? Ставьте алтарь. И понеслась. Молитва каждый день. Поклоняйтесь Богу. Чем больше чистоты в вашей квартире, тем меньше дурий. Чем меньше дурий, тем меньше духов. Чем меньше духов, тем трезвее мозги у мужа. Чем трезвее мозги у мужа, тем больше совесть работает. Чем больше совесть работает, тем больше он чувствует, что так не надо жить. И так далее, понимаете? Победите духа своей молитвой злого. А если этот злой дух сидит даже в вашем сердце, и вы говорите, что спиртное на самом деле, Олег Геннадьевич, ничего страшного. Надо просто понемножку. Вот если дух уже сел в ваше сердце, вот тогда вы не победите. Знаете, почему? Есть одна причина, почему муж пьет. Потому что жена позволила спиртному быть в доме. Женское сердце, чистое сердце, оно знает, что этой штуки дома не должно быть. Оно в сердце, она внутри знает, в чем причина. Но себе сознаться очень сложно. Сражайтесь. Пускай пьет где-то в другом месте. Здесь у нас дома этой штуки не будет. И смотрите, он там напился, нажрался, пришел домой. А здесь духа этого нет. Ему здесь нет места. Здесь алтарь, здесь освященная пища, здесь духовная музыка. И его дома колбасит мужа, понимаете? И он хочет домой принести, а вы ему не даете. Результат какой? Дух убежит. Убежит из дома вместе с духом? Убежит из дома вместе с духом. А вы контролируете ситуацию, нет? Убежит из дома вместе с духом. Значит, кто так захотел? Тот, кому я молюсь. Нет проблем. Теперь без духа вернулся назад. Как ободранный пес. И он понимает, кто победил войну. И дух понимает, и мужик понимает, что войну победила жена. Потому что женщина настоящая, она в доме для Бога живет, а не для себя. Остальные все женщины дом создают для себя, они квартиру держат для своих наслаждений, они ее для себя оформляют, для себя все делают и думают, что они там будут счастливы. Но если в квартире нет Бога, счастья там тоже не будет, потому что там нет защиты. Поэтому женщина должна все в квартире делать для Бога. Она для него сделать алтарь должна. Повесить те и не те изображения на стену, которые она хочет, которые Бог хочет. Должна музыку ту там включать, которую Бог хочет. Понимает духовную музыку. И тогда ее квартира станет силой, которая вышибет из мозгов мужа духа, который разрушает сейчас жизнь нашей страны. Люди просто... Вот это вот наводнение, это цветочки по сравнению с тем, какое наводнение делает спиртное сейчас. Столько людей гибнут. Если бы вы видели эту статистику, которую Ждан приводит, у вас волосы дыбом будут вставать. Вы даже не представляете, как вот эта нежная, мягкая реклама спиртного, она как разрушает сейчас нашу жизнь. Мы вымираем. У нас уже давно не было повышения рождаемости. Мы вымираем. Причина вымирания только одна. Люди мрут от спиртного. Это тотальное бедствие страны. И как с ним бороться? Сначала понять это. Потому что многие люди, даже интересно религиозные, считают, что есть такое понятие, как культурно пьющие. Или можно сказать культурно убивающие. Можно культурно убивать так? Очень нежно так, культурно. Пык. Спасибо. 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 Продолжение следует...